Народ, всем привет! Для тех, кто живет в Москве и области и до сих пор не знает, к какому парку подключиться, рекомендую парк системы. Парк предлагает аренду авто под такси на выгодных условиях от 1300 рублей в сутки и плюс выходной день в подарок. У компании в парке более 200 машин и многолетняя репутация. Машины класса эконом, комфорт, комфорт плюс. 60% водителей работают более двух лет. Также у компании появились газели 4-метровые и 6-метровые и ларгусы для контрактных грузоперевозок. Очень быстрый выход на линию без каких-либо вложений, моментальные выплаты, круглосуточная поддержка и огромный плюс это бонусы новичкам. Переходим к бонусам. Для всех абсолютно первый день смены бесплатно. А для моих подписчиков по промокоду Реалити целых 2 дня в подарок. Также, кто будет сотрудничать с данным парком более 60 дней, парк снизит сумму аренды на целых 200 рублей. Это у них такая награда за долгосрочное сотрудничество. Для тех, кто желает зарабатывать, скорее подключаемся. Все контактные информации у вас на экране также оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Удачи! А только за кота доплатить надо будет. Нет, лезет что-то. Понятно. Только за кота доплатить нужно будет. А мы просто комментарий написали, не знаю, как там поставить. А я... Мы можете либо так отдельно доплатить, либо можем включить. А у вас можно включить? Ну, только через диспетчер. Это 200 рублей сверху будет. Ну, ладно, давайте с другой мешок расскажем, наверное. Ну, давайте. Отменяйте тогда. Здесь не можно сменить крест, потому что спидный диспетчеркопад спишется. Конечно, спишется, потому что я приехал. И так, и так спишется. Ну, просто сюда приезжали с... Ничего нам не говорили. Ну, по правилам сервиса положено так, понимаете. Просто у меня тут никаких предупреждений об этом. Да, у нас Uber стоит, и там нельзя указать. Ну, я вам говорю, это допуслуга, она оплачиваемая. Я могу показать вам, сколько она стоит. А можно я просто подкрызнуть на предложение, как здесь? Я в Uber не знаю. У меня Яндекс. Просто вы через это? Я понимаю. Я знаю. Но это одно и то же. Я не знаю, что там есть, но я вам говорю по факту, как оно есть. Вы просто сейчас за подачу потеряете, потом сейчас следующий водитель то же самое может сказать и опять потеряете. Всего доброго. А вот это вы сейчас, да, заказали? Я так. На Басков переулок? Да. Ну, я сейчас отменю. Нет, я не хочу. Я пойму несколько денег. А вот сейчас вы не заказывали по новой? Вы если не изменили, то просто так. А уже просто перевозка животных вот с этого адреса. Нет, я заказала новый, и мы едем или нет? Нет, я сейчас в Uber и напишу тогда, пожалуйста, и... И снова здравствуйте. Здорово, Зая. Какая-то глупость, потому что приложения нет ничего такого, и об этом нет никакого упоминания. Я понимаю, но я же вам говорю, вот видите, вы сейчас по Яндексу заказали, и там есть эта услуга, и она стоит 200 рублей, независимо от Uber, и нет этого упоминания. И мы как пользователи теперь не можем знать правила, которые... Ну, это уже проблема Uber, понимаете? Я же не пара, я не знаю, потому что мы не знаем. Так я же вам тоже не с претензией, я просто заранее вам сказал об этом. Просто чаще всего люди заказывают, зная, специально, чтобы сэкономить. Ну, точно так же ездили на Uber и записали на комментарии, да. Все это время, да, и все было нормально, никто у меня. Ну, не знаю. Я всегда вот так езжу. Ну, как по правилам сервиса. Здесь, да, вам да. Спасибо вам тоже. Бедненькие, так расстроились. Нормально они хотели, да, кинуть меня через... Коэффициент был 2,40 заказа. За подачу заплатили 80 всего лишь. И 50, точнее, мне пришло. Че за прикол, нахуй? Тогда высокий спрос, подача разве не дороже? Здравствуйте. А у вас только один бустер указан. А? Да, так вот здесь 10, мы без бустера ездим всегда. Ну, а присядет, посмотрим, если нормальный, то да. И вот здесь вот, садись, стянись, пожалуйста. Простягивайся. Вот с той стороны. Нет, так не пойдет. Он должен по плечу проходить. Видите, по шее он проходит, уметь. Только на бустере его перевозить. И что вы предлагаете? Ну, вам перезаказать нужно 2 бустера, либо 1 кресла. Мы всегда так ездим, никогда ничего не... Я понимаю, таковы правила. Если никогда никто ничего не говорит, ты тоже не знает, что можно так ездить. Это безопасность вашего ребенка. Да, сейчас все получается, с меня должны снять тогда деньги? Ну, конечно. И как это будет? Зачем я тогда оплачу? Просто так, чтобы принесли? Ну, вы некорректно заказали, девушку. Я всегда так заказываю. Не разрешено 7 лет в такси принимали. Он 7 лет ездит. Если в рост и вес позволяет, там есть сколько... То есть надо детей иметь лошадиных, толстых, жирных, да? Они же разные комплектации. Нормально. Что? Нормально всегда. Я очень рада. Это же безопасность вашего ребенка, в первую очередь. Я сама за рулем езжу, и не один год. Ну, плохо, что вы не знаете это только. Я знаю очень хорошо правила, я за рулем 14 лет. Ну, а по факту-то что получается? По факту вы просто придираетесь. Нет. Я не придираюсь. Две минуты. Ну, какая разница? Вот вы видите, понимаете, что неправильно, но говорить ехать две минуты. Я знаю, что ехать тут недолго. Ну, так я не перевожу детей. Покиньте автомобиль, я отменю вашу поездку. Вы разберетесь. А что значит, меня спишут минимальную стоимость поездки? Потому что за подачу снимут. Я же подъехал к вам. Я поняла. Все. А это сколько? 89 рублей. Замечательно. Саш, выходите. Просто корректнее нужно заказывать. Здравствуйте. Заказ 978-6402. Пассажир был с двумя детьми, а заказал один бустер. Отказал поездки. Прямо едите, ладно, не поворачивайте. Прямо. Куда? Прямо? Прямо. Вот этот дом? Здесь? Да. Пожалуйста. На 20 рублей не наймете. 20 рублей на карту могу перевести. Можно, да? Нет. Нет? Нет. Спасибо. Хорошего дня вам. Странная максимальная женщина, прямо говорит, езжайте, а ей, почему-то вот туда надо было, зачем прямо, спасибо, не понятно, но да ладно, мы едем на следующий заказ, такая же ранее выносимый вопрос, что-то живое, почему-то вот это. Добрый. На пражскую, да? У вас 152 здесь. 148 было. Ну, пока стояли и жгали меня. Не знаю чего. Накапал. Я стоял у подъезда. Вы проехали мимо точки. Я вас не увидел. Так вы в телефон уткнувшись стояли. Я стою и точка вокруг меня проезжает. А что, мне надо на проезде встать? Ну так подойдите. Чего? Вы мимо меня проезжаете? Я... Я рядом с вами встал. Сейчас по ручке оценку тогда. Не, без разницы на эту оценку. Слушай. Ты послушиваешь людей. Ты приезжаешь мимо, стоишь. Слушай. Разговаривай нормально. Тогда вы будете разговаривать нормально. Вы людей обслуживаете и занимаетесь. Иди сюда, слушай. Я заходил. Ты охуел что ли? Свои банды. Свои банды. Свои банды. Свои банды. Свои банды. Не кухни. Я тебя ебал сейчас ломаю. Иди подойди сюда. Подойди сюда я тебе говорю. У ебал я тебя блядь. У ебал я тебя. мне на эти 2 рубля просто люди когда оплачивает вот это вот не говорят есть люди которые сказали для ну тут 2 рубля не хватает ничего ничего ну что я ему скажу за 2 рубля есть вот такие как вот это и чему которая молча ставит там деньги эти не говоря ни о чем и все подпишись посмотрит мужики не слушайте этого оба что тупая еще не хватало что мужики так себя вели просто вот такая китки вонюча 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 вонюча